Всем матрёшечкам большой-большой-большой привет! Как у всех дела? Это такой чисто американский вопрос, который я ненавижу. Манера американцев спросить, как дела, и не слышав ответ, идти дальше. Это ужасная-ужасная привычка, такая фальшивая, знаете, улыбнуться так фальшиво и сказать How are you? И на самом деле им всё равно. Они боятся больше всего, что вы действительно им ответите, как у вас дела, какие у вас проблемы, какое настроение. И на самом деле по барабану. На самом деле я американскую эту черту ненавижу. Но видео не об этом, как обычно. Видео о фаворитах последних пару месяцев, которые я просто, ну, давно не делала это видео. На самом деле это видео, почему я не очень его люблю делать. Я люблю его записывать, но у меня проблема взять из разных отсеков все эти продукты и потом их не забыть положить на место. Поэтому, поскольку я человек, иногда бываю ленивый, для меня это всё взять из каких-то ящиков. Но, но я обязана это сделать, потому что уже прошло пару месяцев, и я не делилась такой важной информацией. Итак, я это видео разделю на две части. Первая часть будет косметические какие-то продукты, уходовая косметика, декоративная и так далее. А следующее видео, часть вторая, будет о одежде туфли аксуары. Я думаю, так будет легче вам для просмотра и как-то разделить сосиски от молочных продуктов. Так. Кстати, это видео тоже будет, тут будет в две части. Кстати, в этом видео тоже будут две части, будут фавориты и фукибяки. Фукибяки это мой новый такой раздел лузеров, продукты, которые я купила, потому что почитала, что они довольно-таки хорошие, но я в них разочаровалась. Поэтому фукибяки, теперь вы знаете, что это такое. За последние там сентябрь-октябрь я пользовалась уже вот этой вот основой от Maybelline, Maybelline Dream Liquid, что-то там такое, Dream Liquid Mousse, оттенок Natural Beige. Я ей пользовалась все лето, но не только ей, но в основном все лето, и я поняла, что она мне как-то уже не подходит. Она очень-очень синякий у меня, как всегда, не обращайте внимания. Она очень такая легкая, она летняя, она муссовая, а я люблю, когда ветер на улице и когда такое вот, когда кожа сухая, я люблю потолще слой косметики. Вы, наверное, думаете, ну куда уже толще ты? Че ты уже и так перекрасиваешься, матрешка? Но, тем не менее, зимой и осенью я люблю потолще основы, поэтому я это откладываю. Устала я от него. По-моему, это уже мой, не знаю, десятый, десятый флакончик по счету. Классная вещь на жаркие деньки, но уже мне не подходит. Следующий продукт. Беру все, что у меня лежит перед собой, без никакого порядка. Тот же самый бронзер, который я вам показывала все лето. Осталось чуть-чуть, я ему уже просто пользуюсь каждый день, наверное, в качестве того, чтобы добить его. Здесь уже вот, как называется, вот эта железяка, и осталось бронзера по краям. Это от Urban Decay, серия Baked. Цвет, цвет, цвет. Я не знаю, какой цвет. Тостед. Цвет тостед. Такой матовый, печеный цвет. Единственное, что у него такая есть режимка чуть-чуть, но... Но я особо не переживаю за этого. Мне он понравился. Консилер от MAC в цвете NC20. Есть у них цвета в категории NC, есть цвета в категории NWC. Это cool, это прохладный цвет кожи. В основном такие вот розоватые оттенки лица. А NW, это когда кожа потеплее, это уже желтые оттенки, такие загорелые оттенки. Я покупала его давным-давно, я о нем забыла. Он мне какое-то время не нравился, и мне подсказали, что он NC, хотя остальные консультанты мне теперь на сегодняшний день говорят, что я в тоне NW, что у меня теплый цвет кожи. Я просто им все эти годы пользовалась неправильно. Я сделала отдельное видео о консилерах, но, как вы видите, я им уже активно очень-очень начала пользоваться. А опять цвет светлее моей кожи. Я им пользовалась неправильно, потому что я его просто растушевывала, и он на самом деле не покрывал мои ужасные синяки. И меня он не устраивал, я не могла понять, я не могла понять, почему все-все-все так от него писаются. Извините за мой русский. И оказывается, техника совершенно другая. Я сама просто как-то, наверное, опыт появился, я начала его наносить чуть-чуть по-другому, и я расскажу об этом в следующем видео о консилерах, но сейчас он мне нравится, и вот он. Следующий фаворит, это такой карандаш от MAC в цвете Designer Purple. Это у них была лимитка, не помню, с какой линии он вышел. Designer Purple. Я обожаю фиолетовые подводки, одни, помимо вот голубых и зеленых, которые я люблю подводить на подводную линию, я очень-очень люблю фиолетовые, особенно осенью и зимой. Он необычный, если обычно вот фиолетовые, они, как правило, фиолетовые карандаши матовые, а этот с изюминкой, и сейчас вы увидите почему. В нем такие вот шиммерные частички, сейчас он на мне. Не знаю, насколько вы это увидите. Вот вы видите, прямо сияют здесь такие вот частички. Вы, по-моему, это сумеете увидеть на руке. Он вроде бы фиолетовый, но если подойти поближе, если на солнышке, то он искрится. Это особенно не выходит на камере, но я вас уверяю, здесь миллион таких вот красивых частичек, которые сияют просто-просто очень красивый карандаш, мягкий, вы не должны там тянуть свою кожу им, очень-очень мне нравится. Классная вещь. Из лаков у меня было 4 штучки, вот такие вот, к которым я чаще всего возвращалась. Первый цвет сейчас на мне. Нет, точнее, вот он. От компании Essie. Вот он на мне. В цвете Йогага. Как Баба Йога, по-моему. Почему? Почему? Йогага, вот. Следующий цвет от Essie, такой какой-то болотно-зеленый, я даже не знаю, как его описать, он такой интересный, мне кажется, он напоминает молодую елочку, молоденькую, вот такой вот у него нежно-зеленый цвет, необычный. На ногтях он выглядит чуть-чуть темнее, очень красивый цвет на осень, мне кажется. Цвет от него отлетел, но я попробую посмотреть и пришпандорить название в ссылках. Следующий цвет, просто обожаю этот цвет, он у меня был и на ногах, и на руках, и наносила я его очень-очень много раз, что он даже просто выглядит таким использованным, я бы сказала, тоже от Essie. Цвет Jaguar, я его уже не один раз показываю, просто очень-очень красивый. Он не только бордово-красный, он еще и с таким вот шиммером, он переливается. Здесь такие вот золотинки, очень-очень красивый цвет, просто потрясающая вещь. Ну и, конечно же, куда матрешки без каких-то там сияющих штучек. Вот такой вот лак, я наносила поверх других лаков от компании Milani. Цвет 531 Gold, золотой, и это из серии Jewel Fix. Jewel Fix. Здесь, чем мне он нравится, здесь очень-очень крупные такие вот штучки, как же они называются, очень крупные, и когда вы наносите их на свои пальцы, когда вы махаете пальцами, они как бриллианты сияют довольно-таки далеко. Просто эффект потрясающий. Если у вас есть компания Milani, если вы можете ее приобрести по интернету, советую. из бальзамов для губ я вернулась к одному из моих фаворитов от компании Philosophy. Как вы знаете, я очень люблю эту компанию, но мне казалось, он довольно-таки тяжеловатым на лето, когда и так все было жирное, а теперь, когда все сохнет, вот такой бальзам для губ Kiss Me от Philosophy. Единственное, что мне не очень нравится, это запах. Запах такой, какой-то, знаете, медикаментов, каких-то лекарств, но ничего, вот он такой плотный, консистенция довольно-таки липкая, на губах он очень так, очень их увлажняет, цвета никакого не дает, но классная вещь, продукта здесь очень-очень много, я им пользуюсь уже давно, и вот к нему вернулась, я думаю, что через месяца два его уже не останется. из помад, как вы видели, уже не один раз я говорю об этой помаде Burberry, очень красивая упаковка, потрясающий цвет, один из самых популярных, которые они продают, цвет 08, Tea Rose, 08, дизайн этой помады просто великолепный, я уже не один раз его мажу на губы в своих видео, он нежный, он почти как цвет ваших губ, он увлажняет, он довольно-таки долго держится, единственный минус, что это дорогая вещь, это был подарок, это был подарок, и сама бы я примерно там 40 с чем-то долларов на такую хренотень не потратила бы, как бы, вы знаете, я любитель масс-маркета, меня он вполне устраивает, потому что цвета и качество, мне кажется, очень-очень похоже в многих случаях, поэтому, как подарок, большое спасибо, а так вот просто самой себя побаловать, ну, как-то не обязательно, но цвет красивый. Если вы любитель люксовых продуктов, советую присмотреться. такой сатиновый финиш, ну, и вот эта вот штука, которую я вам уже, я не знаю, десятый раз показываю, это новинка от Wet n Wild в цвете 908C, она мне чем-то напоминает знаменитую сейчас помаду от MAC в цвете Rebel, потрясающий цвет, я уже делала свочи неоднократно, просто не хочу сейчас пачкать руку, она просто с руки не сходит, поэтому цвет потрясающий, если вы видели видео моего Outfit of the Day, еще какие-то видео, и вам понравилась какая-то сильно такая пурпуровая темная помада, вот этот цвет, вы увидите своч, делает ваши зубы очень-очень белый, контраст вот такого темного на губах против белизны ваших зубов, просто потрясающий, советую, мне кажется, он подойдет всем, именно вот сейчас, сейчас этот такой сезон, разгар, носить такие цвета, из духов я пользовалась вот этими двумя, вот этот Coco Mademoiselle, который я люблю, но летом он тяжеловатый, я всегда его оставляю на осень, и также Lolita Limpica, просто потрясающий, два таких сладких, богато запаха, я думаю, уже в основном почти все знакомы с этими, с этими духами, ничего нового я не рассказываю о них, потому что, мне кажется, во всех магазинах есть пробники, поэтому, вот эти вот два запаха очень-очень у меня на ура, осенью и зимой, последние пару месяцев я им пользовалась, также я пользовалась разными пробниками, но не могу их сейчас найти, но вот, как вы видите, я уже использовала довольно-таки много, не хочу обманывать, это не первый год, что я ими пользовалась, но все равно я пользуюсь ими довольно-таки часто в эту холодную погоду, ароматы такие, согревают вас, они довольно-таки теплые, потрясающие запахи, рекомендую, если у вас где-то есть они в коллекции, вернуться к ним и обратить на них внимание, карандаш для губ, подводка для губ от компании MAC в цвете бергонди, мне кажется, его уже не продают, но, по-моему, он не сильно отличается от других бордовых подводок, красивый цвет, мне кажется, единственный минус, что он суховатый, его действительно надо нажимать на губы, с ним не очень легко работать, но особо у меня нет выбора из таких вот темных подводок, поэтому я всегда возвращаюсь к нему из года в год в такую погоду. Для тех зрителей, которые боятся за срок просроченные или у меня эти карандаши или нет, хочу сразу сказать, что карандаши у меня иногда по 10 лет и не портятся, и аллергию мне не дают, это как бы мой выбор так пользоваться, если вы там каждые 6 месяцев каждые 2 года все выбрасываете, я вас понимаю, но есть такие продукты, которые действительно портятся быстро, но карандаши, как правило, нет, поэтому я знаю, вы беспокойтесь за меня, из моей губы, из мою кожу, но я вас уверяю, что все с этим нормально. в качестве румян я выковырила так, они у меня сломались, так, ну не важно, я выковырила вот такие вот румяна из палетки Too Faced, они, палетка была огромнейшая, мне было неудобно ей пользоваться, поэтому я их просто выковырила оттуда, вот такие румяшки, здесь чуть-чуть золотой шиммер, как я люблю в румянах, но в отличие от коралловых оттенков, которыми я очень любила пользоваться, и такие нежно-априкосовые оттенки летом, этот более такой розовый, чуть-чуть он потемнее, но все равно в нем есть такой интересный шиммер, приятный, придает он такой свежий, свежий румянец в погоду, когда ваша кожа превращается просто в белую, белый-зеленый нездоровый вид, как же мне это приблизить, такой натуральный румянец, но он не полностью матовый, что я тоже люблю, вот такой красивый цвет, для глаз я использовала в основном три палетки, вот такая от Wet n Wild, здесь палетка, которая называется Comfort Zone, Comfort Zone 738, здесь, как вы видите, такие осенние цвета, очень-очень красивые, болотные, коричневые, шоколадные, такие, переливающие оттенки, пигментация потрясающая, здесь такой дуа-хроматик, цвет, который как хамелеон, меняется, тон иногда, серебряный, тон иногда, грязно-болотный, вот очень интересные такие цвета, палетка довольно-таки дешево стоит, по-моему, 5 или 6 долларов, максимум 7, качество потрясающее, пользуюсь я ей осенью. Также палетка из конкурса от Tokidoki, как вы видите, пользуюсь я ей активно, тоже цвета очень-очень подходят на сейчас такой сезон, не знаю почему, не знаю почему, как-то я решила вернуться к нюдовому макияжу глаз, обычно я всегда делаю какие-то супер смоки, мне кажется, я устала от такого макияжа, и я перешла на нюдовый, и, кстати, о нюдовых, конечно же, я очень активно пользовалась вот этой палеткой от Too Faced, которая называется Natural Eye, там очень много серий, они делают, по-моему, Romantic Eye, романтический глаз, они делают матовый, красный, ночной вариант, а вот это Natural Eye, просто потрясающие цвета, тоже пользуюсь я ими активно. Хотя, на самом деле, мне кажется, здесь столько продуктов, сколько я бы ими не пользовалась, на самом деле, вам это не видно, они, вот сколько я не макаю кисточку, я не стесняюсь ее туда макать, все равно продукта остается в этой упаковке много, поэтому я считаю, что это экономичная довольно-таки косметика, качество потрясающее, советую приглянуться. следующий продукт это лосьон для тела от компании Bird's Bee, он довольно-таки большой, это типа маслица для тела, увлажнительная, в запахе меда и масла с шеей, где написано honey and shea butter, запах просто, я вот, знаете, как помазать медом, кусочек хлеба с молоком, я даже не знаю, как его описать, лучше запаха не придумать, по-моему, это просто, ну, я готова его есть ложками, он, он очень-очень вкусный, он довольно-таки увлажняет хорошо, он тяжелый для лета, я им пользовалась прошлую осень и его еще раз нашла и просто радости полной штаны, потрясающий вообще продукт, он плотный, то, что надо для моей очень-очень жутко сухой кожи, но запах, вот даже когда я им намазалась, паскваль, который в основном равнодушен запахом, он говорит, от кого медом пахнет, это мед ела, он просто, если вы любитель меда, очень-очень-очень советую присмотреться, не знаю, если он у вас продается по интернету, я уверена, что вы его сумеете найти, Bird Bees, Bird Bees, Honey, вещь просто великолепная, надеюсь, вам понравится, не пожалеете, тут очень много продукта, будете пользоваться весь сезон, гель для душа, я пользовалась многими, но один из моих любимчиков за последние два месяца, это такой от Soft Soap, с запахом граната и манго, Pama Granite, это гранат и манго, вот так он выглядит, запах, я очень люблю гранат на осеннюю и зимнюю пору, очень такой сладенький, но не летний сладкий, не пахнет там тропическим чем-то, а действительно такой гранат, знаете, представляете, зиму, снег за окном и такой красный, сочный гранат, и вот этой гранатовой пенкой я обливаюсь в душ, и просто кайф получаю, классная вещь, стоит дешево, по-моему, вообще продукта здесь очень-очень много, она, по-моему, больше моей главы, и стоит она, по-моему, 3 или 4 доллара, хотя я не уверена, если она у вас продается, но советую присмотреться к запаху граната на такие холодные месяца, согревает действительно такой запах. Из свечек, я свечки постоянно зажигаю, в основном летом как-то жарко для свечек, но как только начинает такое прохладное наступает погода, я всегда зажигаю свечки, и одна из тех, которые я постоянно возвращалась, это вот такая от компании Better в запахе cranberry что-то там mold cranberry просто клюквенные такие вот запахи, это не самая моя любимая фирма, я, наверное, сделаю видео отдельно о свечках, потому что у меня их очень много, и пользуюсь я ими уже последние 20 с чем-то лет, это не самое лучшее качество, но ее как бы не жалко сжечь, потому что она огромная, и все запахи клюквы, граната просто потрясающе подходят на осень. Из бижутерии я как-то особо много не носила ничего, не знаю почему, но я показывала вам это кольцо, по-моему, не один раз, такой вот скромный матрешкинский вариант, как обычно, я его одевала пару раз, и такое классное качество, что уже половина вот этих кристалликов уже выпала, поэтому я не думаю, что я его буду дальше носить, как-то стыдно, он уже очень такой дешевый, но вот такие вот тяжеловатые, какие-то бронзовые, какие-то черные, вот это хоть я приобрела недавно, но все равно наподобие вот таких вот штук я носила такие темноватые цвета, следую следующие я очень-очень-очень-очень люблю чай, тем более когда прохладная погода, как и все остальные, мне кажется, я вот обожаю априкосовый чай, конкретно априкосовый, который называется априкот, почему-то здесь чуть-чуть это все стерлось активно, я его пила, это моя уже третий такой канистр это из одной компании, которая не придается в магазинах, я ее заказываю по интернету, нас как-то угостили, точнее мою маму угостили таким чаем, она просто влюбилась в него сразу же, я влюбилась и когда он у нас закончился, я заказала вообще неимоверное количество по интернету, называется компания Adagio Tees, где же он Adagio Tees Adagio.com он как же он сказать развесной или ну вы наверное понимаете заварной здесь он с цветками абрикоса вы видите вот эти цветки аромат сногсшибательный он просто хочется залезть в эту чашку и принять там горячую ванну если бы сделали крем в этом запахе я бы точно купила но если у вас недоступны такие чаи альтернативы мне кажется эту компанию уже продают везде поскольку это британская компания одна из моих любимейших компаний чая Ахман чай тоже в абрикосы здесь такие пакетики покупаю я его уже последние 7 лет религиозно причем когда у меня его нет наличия я просто с ума схожу и всегда к нему возвращаюсь вот такие пакетики абрикосового чая он черный чай с вкусом абрикосов здесь написано black tea когда приходят гости я завариваю его просто меня всегда спрашивают а что это что я пью что это такое он очень обычный очень-очень вкусный я думаю он вам понравится бывают чаи которые с настоем какого-то допустим фрукта и они как-то дешево как-то синтетически какой-то у них вкус но у этого просто натуральный просто все кайфуют все меня спрашивают что это поэтому я рекомендую его сейчас очень-очень активно пью уже не знаю она у нас четвертая штука по счету потрясающая вещь а к чаю я кушаю вот такие вот финики они у нас продаются на таких палочках мне кажется если вы живете типа или в Израиле или где-то в Дубае их можно достать я не знаю если вам привозят такие но по-моему сушеные финики даже без палочки продается в каждом там мега супермаркете потрясающая вещь натуральный сахар я я сушеные ими 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 не увлекаюсь потому что калорийные на самом деле но к чайку взять одну или две штучки очень очень вкусно лучше варенье лучше каких-то печенек очень очень-очень-очень-очень-очень-очень, я люблю финики. Ну а теперь давайте перейдем к фуки-бекам, потому что эти продукты меня разочаровали, я купила из Сифоры такую линейку от Hello Kitty, Hello Kitty я очень люблю, тем более, что у них есть такая дорогая марка, знаете, есть Hello Kitty, которая делает косметику для детей, но есть такая Hello Kitty, которая делает продукцию на Сифору, и у них действительно дорогая косметика. Эта штука стоила, по-моему, чуть ли не 15 долларов, я ее купила намного дешевле, мне было интересно, запах потрясающий, но он очень-очень-очень жидкий, он настолько жидкий, что просто, знаете, как-то жалко им пользоваться. Вот вы, когда его выдавливаете, это все как-то улетучивается в душе, и все время надо выдавливать еще и еще и еще, и это как получается ароматная водичка, а на самом деле такого пенищего геля вы не получаете. Здесь я разочаровалась, но ничего, как бы запах, запах очень-очень приятный. Следующая херня, это вот такая штука от Бархатных ручек, я купила ее в американской аптеке, но нам ее привозят. Конечно же, это имя меня заворожило, Бархатные ручки, я вообще, когда слышу какие-то красивые описания, я это представляю, и вообще я знаю, насколько крокодиловая кожа у меня становится осенью-зимой, то вот сама картина Бархатные ручки, это, по-моему, так вообще заманчиво звучит, я просто не могла не купить эту штуку, я ее купила, и мне она очень-очень не понравилась, я ее мажу теперь на тело, а не на руки, потому что запах очень-очень противный, он как будто какой-то мужской одеколон смешан с какими-то лекарствами, и на самом деле руки все время нюхать этим запахом ужасно неприятно, а если я это мажу на тело и потом одеваюсь, это как-то не так заметно, я бы не сказала, что он так сильно увлажняет и еще воняет, к тому же, но жалко, я его добью, буду продолжать после душа им пользоваться, и не знаю. Не знаю, ничего бархатного не стало, ни кожи, ни ноги, ничего. Поэтому это фуки-бяка. Следующая вещь, которая меня разочаровала, это такой пробник в довольно-таки делюксовом размере от La Mer. La Mer, как вы знаете, очень-очень-очень дорогая компания, компания для богатых или компания даже для среднего класса, который любит только люксовую продукцию. Если вы когда-нибудь увидите La Mer в моем арсенале, будьте уверены, что это в основном подарок от мамы или от кого-то еще, потому что я не вижу смысла платить бешеные деньги, поэтому когда я вижу что-нибудь от La Mer или от Chanel или что-то такое, конечно же, стандарт в моем мозгу поднимается, и я ожидаю продукт какой-то супер-пупер, ну, потрясающая вещь. На самом деле это крем для тела. Он довольно-таки плотный, но он обманчиво плотный, потому что он наполовину водяной, никаких силиконов здесь нет, он просто наполовину 50% воды. А запах настолько травяной, настолько от травы, что мне как-то бесплатно, и мне очень приятно пользоваться. А если бы еще потратить бешеные деньги на это, я бы очень обозлилась. Ну, вот знаете, когда вот такие бывают ароматерапии, какие-то чаи там успокоительные или что-нибудь такое, вот настой, ромашки, какие-то... Я даже не знаю, как вам это объяснить. Настойка какая-то, календулы, ужасный запах, отвратительный. Мне не понравилось, но, конечно же, закончу. Следующая фуки бяка, это вот такая вот тушь от Zephora. Я им пользуюсь уже последние два с половиной месяца. Потрясающая вещь, на самом деле. Здесь она называется Outrageous Volume. Упаковка классная, она такая большая. Эффект потрясающий. Хватает одного слоя, и сразу вы видите вообще эффект. Она действительно делает ваши ресницы как будто на стероидах. Классная вещь. Единственное то, что очень-очень-очень-очень неприятно ее смывать. Я и так привыкла смывать пару килограмм косметики каждый вечер в душе. Я привыкла видеть, как это все прямо, знаете, идет в ванной такой черной луже неприятный. Но это просто как будто бы я не мылась, наверное, года три. И вот это все черное просто течет с ваших глаз. Я пользуюсь пару раз смывкой для лица, и это не хватает. Потом я пользуюсь еще пару раз этой смывкой для лица. И все равно остаются даже остатки. И потом я это все должна снять ваточкой и с маслицем. Эффект потрясающий, но смывка, этот процесс, я из-за этого больше ее покупать не буду. Хотя эффект просто потрясающий. Но она настолько... Вот я даже в душ не хочу идти из-за нее. Кисточка здесь классная. Такое силиконовое покрытие тоже. Но, как повторяюсь, уже минус огромный. Потому что все это черное начинается прямо... Знаете, вот вы чувствуете с водой, как это вам идет в глаза, как это у вас течет по щекам. Это вообще, знаете, как домовой. Если бы пошел в душ, это просто картина ужаснейшая. Поэтому из-за этого я к ней больше не вернусь. Следующий продукт тоже для глаз от компании Maybelline. Maybelline Lines Teletto. Все очень всегда нахваливают эту подводку жидкую для глаз. Я ее купила три, потому что там была какая-то акция три за одну цену. Поэтому вы увидите у меня ее еще не один раз. Я не знаю. Она всегда сухая. Я ее купила, когда она только вышла на маркет. И это не то, что срок годности какой-то не так. Вот только выпустили эту всю линию, я в тот момент ее купила. Кисточка неплохая. Цвет вроде бы тоже такой насыщенный, черный, богатый. Но как только вы начинаете рисовать линию, на полпути кисточка сухая. Вы ее макаете, и здесь ее надо так сильно возболтыхать. То есть, опять вы начинаете прорисовывать эту линию, и опять кисточка высыхает. И я, наверное, как минимум четыре раза для одного глаза ее все время макаю и взболтыхаю. Не знаю, как правильно сказать. Но это раздражает, это делает на самом деле такой процесс, который должен занять у меня там 20 секунд. Потому что я быстро прорисовываю эту линию другим любым жидким лайнером. Но из-за этого я просто, знаете, как красить ногти. Это такой просто ужасный длинный процесс. Из-за этого тоже я больше ее не буду покупать. Вроде бы все нормально, но не знаю. Сейчас попробую вам показать. Показать. Вроде бы вот она начинает рисовать. И вот видите, она вся... Все уже высохла. Сыхает моментально, и я не понимаю смысл такой ужасной фу-кибяхи. Фу-фу-фу-фу-фу-фу, мне нравится, нет? И... И самый последний продукт, это Lip Glass от компании MAC. Цвет у нее Love Alert. Тоже я недавно была у мамы, и ей на самом деле... У нее очень-очень много разных там... Или подарков, или... Она сама по глупости покупает. То, что ей не нравится, она мне отдает. Я с удовольствием это все принимаю. И она подарила мне вот такой вот блеск для губ. Вроде бы, что еще надо? Осенний цвет красивый, с шиммерным... С шиммерным таким покрытием. Компания MAC. Довольно-таки большой размер. Что еще надо для губ? Полного счастья. Но на самом деле он ложится полосками. Он как-то скатывается с губ. Он попадает всюду. Он как-то сходит с губ. Я пробовала им краситься поверх помады. И тоже как-то он оставляет на лед. Знаете, когда белый вот на лед появляется... Неприятно им пользоваться, хотя цвет... Красивый. Он обманчивый, тоже красивый. Потому что качество какое-то не то. Поэтому я его не рекомендую. Итак, надеюсь, видео вам было как-то полезно. Надеюсь, вам понравилось. Ждите, пожалуйста, вторую часть, где я буду говорить о фаворитах одежды и аксессуаров. И да. Всем хорошего настроения. Всех целую. Пока-дова. Пока.